Так, минутку, я отправляю. Я вам отправила приглашение. Отправила приглашение, Наталья Николаевна, мне пишет ожидания с режиссерской средой, ожидания. Может быть, правда, интернет слабенький, ребят. Пока не знаю. Наталья Николаевна, попробуй. Да, я очень радуюсь. Раз, два, три. Я слышу ревер, слышу эхо. Наверняка вы сейчас появитесь. Ну, я вижу вас. Здравствуйте. Моя вечер. Вечер добрый. Наталья Николаевна, я вас не вижу. Почему я вас не вижу? Печально, но я вас вижу и слышу. Как так? Интененты. Мне это не нравится. Мне хочется вас тоже видеть, а то я сейчас буду разговаривать с Железкой. Это ужасно. Это ужасно. Вы попробовали уже, да, прямой эфир? Сами, в одиночку, да? Ну, у вас... Да, да, да. У меня было... Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Зато мы видим и слышим. Раз, два, три. Раз, два, три. Наталья Николаевна. А, вас обеих видно. Надо же. Раз, два, три. Наталья Николаевна, мы оказываются вместе в эфире. Эх, опять. Все, опять вылетело. Опять пропало. Эх. Ребят, наверное, да. Наверное, просто, судя по всему, интернет может быть слабый. Да, да, да. Слабый интернет. Но я, к сожалению, сейчас не смогу ничего предпринять. Почему? Потому что я тут сама не знаю, куда мне бежать, куда идти. Выбрасывает из эфира, я поняла. Давайте я попробую еще разок. Попробую еще разок. Если у нас не получится, будем что-нибудь думать другое. Так, все, отправила запрос. Мама Америка. Так, уже не в эфире. Попробую попросить помощи. Да нет, какая здесь может быть помощь? Здесь все, я отправила приглашение. Я умею пользоваться интернетом. Просто проблема в том, что, наверное, связь не очень здесь. У вас все слышно. Все, висит? Висит, висит, висит. Так, давайте, пока Наталья Николаевна подсоединяется, я, может быть... Да, пока Наталья Николаевна подсоединяется, может быть, я отвечу на какие-нибудь вопросы. Я сейчас в Америке. Сейчас я нахожусь в штате Юта. Юта – это Соутлэк-Сити, город Соутлэк-Сити. Выбрасывает. Странно, странно, ребят. Да-да-да, что-то у нас прям неполадки со связью. Жалко. Печально, печально. Рашен Стар Русиан. Фото Стар. Ой, насмешила. Да, еще раз набрать. Наталья Николаевна, пробуйте мне отправить. Запаздывает комментарий. Попробуйте мне отправить сейчас вот тоже приглашение, если несложный. Еще разочек, хорошо? Жалко, жалко. Ребят, ну, в любом случае, у меня все нормально, Израиль. Там, может, Наталья Николаевна? Нет, дело, наверное, не в перезагрузке телефона. Наверное, мне кажется, связь слабая. Спасибо. Спасибо, ребят, что смотрите сториз. Появляется и пропадает. На какой выдержке снимать в помещении? Смотрите, конечно, все зависит. Спасибо большое. Да, тут, наверное, все зависит от того еще, на какое оборудование вы снимаете в помещении и кого вы снимаете, правильно? Почему? Потому что, если вы снимаете, к примеру, одного, один объект, у вас один главный герой. Да, давайте я пока буду рассказывать, хорошо? Если вы снимаете одного главного героя и хотите такую фотографию объемную, такую, к примеру, вот с глубиной резкости, вот как я люблю, то, что усилена детализация главного героя и размытый задний фон, то, конечно, это у меня, к примеру, идет диафрагма 1.4, а выдержка я снимаю в мануале, и выдержка, в основном, она в зависимости от, наверное, от помещения, да, то есть рабочая выдержка 800-1200, но если у меня в помещении темно, я ставлю выдержку 200. Но при выдержке, при 1.4 я никогда не сделаю, не делаю выдержку 70-30-20, почему? Потому что у меня получается смаза. Вот. Если, в принципе, в помещении темновато, то есть выдержка 200-1.4, и я поднимаю ISO, ну, в зависимости тоже от, наверное, от того оборудования, на котором я снимаю. Например, на марке 4, на 85-1.2, 3 тысячи, 5 тысяч, я смело делаю, в принципе, неплохая будет картинка. Вот. Если групповой снимок, то здесь, конечно, уже 1.4 диафрагма не подходит, здесь уже выдержка другая. Так. Фэшн-съемка, одежда пасмурна, помещение, какие настройки. Фэшн-съемка, одежда пасмурна, не поняла, помещение, какие настройки. Наталья Николаевна, вы где? Наталья Николаевна, давайте попробуем еще разочек. Я не знаю, куда нажать, чтобы я попросил прием. Сейчас я пробую, минуточку. Так, ребят, я попробовала еще разочек отправить. Наталья Николаевна, запрос. Иришка, Ириша, привет. Я тебя вижу, я так рада вам всем. Привет, привет. Вот знаете, чего не хватает в Америке? Это друзей своих, родных и близких. Вот не хватает. Все здесь хорошо. Ура! Ура, Наталья Николаевна, ура, ура, ура. Я не могу громко кричать, но я очень счастлива. Я увидела. Все, я вас вижу, да. Это большое счастье. Все, ура, ура. Все, супер, здорово. Ура. Ребята, мы в эфире. Все, хорошо. Сейчас посмотрим, плюсики ставят, не ставят, ребята. Но я думаю, что все видно. По крайней мере, я вас вижу точно. Это уже прекрасно. Рассказывайте, как у вас дела. Я посмотрела у вас в эфире. Ребят, мы просто обещали с Натальей Николаевной делать периодически такие вот эфиры. Хотя бы там, ну, пару раз в месяц, да. Но что-то полезное, с пользой, да, интересное. Так что задавайте вопросы. Да, не шевелимся, все работает. Все работает. Задавайте ваши вопросы. У нас сегодня мэтр режиссюры, да, Наталья Николаевна Козлова. Сегодня у нас опрос того, как Неделкова ездит и что ее спрашивают. Чем отличаются люди и вопросы от тех, которые задают здесь? Публика вы имеете в виду? Ученики, студенты? Да, да, да. Наверное, ничем не отличаются. Они везде одинаковые. То есть я думаю, что вопросы, что вот я, к примеру, в Китае проводила урок, в Бразилии проводила урок, да, Европа. И наши города России и Америка одни и те же вопросы. У всех боль одна и та же. Как попасть в резкость? Как сделать так, чтобы не было шевеленки? Как сделать красивую картинку? Как добавить вишенку на торт? Чтобы она была вкусной, красивой, но еще красивее. Потому что, ну, к примеру, я могу сказать по стилю съемки. В Америке любят такой стиль, как вот у меня, такой сказочной фотографии. Они любят, то есть простой ловстайл. Они любят живые фотографии, такие некартинные, живые. Но в то же время любят чуть-чуть немножко фотографии приукрашенные. Потому что, да, простые они могут сами сделать на свои фотоаппараты, телефоны. То есть техника у них хорошая. А вот именно вот эту вишенку, да, добавить вкусняшки немножко. Вот они это любят. Нет, вопросы одни и те же. Все то же самое, что у нас в России, что здесь. А какие им вкусняшки нравятся? Вкусняшки? Вкусняшки, вот, наверное, больше в обработке. Всех интересует обработка. Я могу сказать, что по всем городам, где вот я катаюсь, всем интересна обработка. Основной массе. Все задают вопросы, как сделать, как справиться с пересветами, с провалами. У нас, к примеру, была очень такая тяжелая съемка. Вот вчера в жестких условиях. То есть свет здесь не такой, как в российской полосе. То есть здесь, к примеру, там в 7 утра уже печет так, уже жарит. Я не знаю, сколько сейчас на улице, но там ходят все в трусах и в шортах. В майках. Да, на улице жарко. И, к примеру, когда мы снимали в 12, там в 2 часа дня, то есть это очень тяжелый свет. Но, в принципе, с этим абсолютно можно спокойно справиться. Я этому обучаю на своих уроках. Они делают постановочные фотографии какие-то? Они делают, да, делают. Постановочные делают, да. Ну, такие рекламные, да? У них больше фэшн, да. У них больше, ну, тут надо четко понимать, какая сфера пользуется спросом. В общем, к примеру, свадебщики, у них пользуются спросом всегда. У них здесь интересно. Мне, конечно, хотелось бы сделать эфир с нашим организатором, который здесь проживает, Лерочка. Вот, она очень много тоже будет рассказать. У них, они делают предсвадебную такую съемку. Она у них, как называется, обручение, да, то есть в среднем. Ну, здесь очень много всего интересного. Мне, конечно, хотелось бы прям такой вот большой-большой какой-нибудь эфир именно по Америке. Рассказать, как здесь работают фотографы, как они живут, как они, сколько они здесь зарабатывают, что они сдают, это, конечно, немножко разница не такая. Мне кажется, это было бы очень интересно для всех, да. Если бы вот вы могли это сделать, мне кажется, что, не знаю, что там народ пишет, поскольку я не вижу, вот. Но мне кажется, что это было бы для всех очень интересно, потому что это какой-то обмен и свежий воздух. Ну, да, в любом случае, это же интересно смотреть, что делают другие люди, потому что иногда мы западаем в какой-то застой такой, а какая-то вещь маленькая, какая-то маленькая разница может навести на очень большие открытия. И открыть какую-то еще там нишу или что-то в этом духе. Ну, это я так считаю, не знаю. Ну, да, я согласна, согласна. Именно поэтому я и тоже летаю по странам, по городам за подпиткой, потому что творческому человеку тяжело постоянно быть в одной среде. То есть очень важно все-таки где-то вдохновляться, учиться, новый опыт получать. То есть я вот за это, я всегда вот на всех уроках говорю, учиться никогда не поздно. Прям вот я сама, я безумно хочу. Здесь есть тоже американская школа обучения, фотошколы. То есть, ну, планы грандиозные, конечно. Вот я всегда за то, чтобы надо учиться, развиваться, да. И вот этот обмен опытом, наверное, будет полезным. Если, в принципе, наверное, я думаю, что мои подписчики будут не против, я, конечно, сделаю какой-нибудь, ну, не урок, а какой-нибудь эфир хороший именно. Хотим такой эфир, пишем, да. Что? Да-да-да, пишут, я вижу комментарии немножко, ребята пишут, да, что интересен был бы такой эфир, да-да-да. Угу, угу. Это интересно и важно, да. Я просто думаю, может быть, ребятки, да-да-да, пишут, хотим-хотим. Я думаю, может быть, к вам вопросы какие-то будут, они, вас, мы вас очень сильно любим, да, вы нам всегда приносите очень много пользы. Пользуйся, правда. Да, ребят, я по Америке, да-да-да, по Америке обязательно расскажу. Давайте, может быть, вопросы к Наталье Николаевне сегодня еще, помучим ее немножко, пока есть такая возможность. Ну, к примеру, я, давайте, пока ребята пишут вопросы, я сейчас скажу, что вы буквально скоро приезжаете в наш Нижний Новгород, в мой родной город, и я очень рекомендую прийти на ваш урок, и наверняка все-таки мы с вами обнимемся, наконец-то. Это уже такая... Да, смотрела у вас афиши, у вас тоже сейчас Испания, да, и, по-моему, Франция, да, или еще где-то тоже какие-то страны, да, расскажите немножко о ваших будущих путешествиях. Как вы выходите из зоны комфорта? Как я выхожу из зоны комфорта? С трудом. Ну, просто если, как бы, если человек принимает решение, и уже попадает в такую ситуацию, что он уже сделал какой-то шаг, то мой опыт подсказывает, что, ну, надо дальше шагать, то есть делаешь уже... Ну, назад пути нету, потому что, ну, вот, когда мы говорим про грабли, на которые мы наступаем, это говорит о том, что возникает какая-то проблема, ты ее не решаешь в данный момент. Голова находит очень много объяснялок, почему, как бы, это не надо, и, в общем, можно, как бы, это не решать. Вот. Но дальше Вселенная начинает закручиваться спиралью, и эти грабли, они становятся гораздо жирнее, гораздо больнее, и, как бы, ну, вот они становятся прямо вот так вот. И когда ты оттягиваешь это, ты просто делаешь свои грабли сильнее. И здесь вопрос, как бы, кто сильнее, человек или грабли. И поэтому, выходя из зоны комфорта, из нее нужно решительно выходить. Это то, что я могу сказать по своему опыту. Другого не дано. Ты либо решаешь это, либо ты уходишь на какое-то время, но ты понимать должен, что это обязательно принесут, и это обязательно будет еще хуже. Ну, да, да. Как я говорю, самое главное решиться на первый прыжок. Почему? Потому что в йоге самое важное расстелить коврик. Первый, первый шаг расстелить коврик. А когда вы уже это сделали, уже прыгнули, уже просто только открывать парашют и лететь, правильно? Уже все, уже... С парашютом. Но дело в том, что в жизни не всегда предлагают парашют, и поэтому... Знаете, когда нас сталкивают с парашютом или без, или бросают в воду, там, конечно, ты начинаешь грести руками, ногами, или как-то, ну, в общем, это происходит. А в жизни сложно, потому что никто не сталкивает. Ты принимаешь сам решение. И вот это очень важно. Потому что никто не подскочит, и никто тебя не толкнет, и никто не заставит. Это решение, которое нужно принимать на каком-то внутреннем уровне, и осознанно. Вот тогда можно держать ответственность за жизнь, и как бы вот, ну, быстрее проходить эти вещи. А страх, если возникает какой-то, то его нужно назвать. То есть нужно очень важно назвать, что конкретно ты боишься в какой-то ситуации. Вот мне иногда там пишут люди, что вот я там снимаю то-то, то-то, а хочу там вот то-то, и я боюсь. Ну, вот как бы рецепта вот нету. Нужно спросить себя, чего конкретно я боюсь. И когда вы это спросите, вы услышите от себя ответ, что, в общем-то,